Я хожу, болтаю, болтаю, а у меня замьючено все. Ну, я все равно ничего серьезного много не сказал. Я говорю, что на прошлом занятии мы начали заниматься системным уравнением, именно рациональных выражений, где там квадраты, там подобное. Но я заметил, что в этом есть сложности, да, еще кто-то только недавно прошел систему уравнений с линами, поэтому мы сегодня, наверное, продолжим решать. Ну и назовем тему не просто рациональные, системы рациональных уравнений, методом подстановки, а системы рациональных уравнений с тремя неотвестными методами подстановки. Но пока повторим то основные вещи, которые мы решали на предыдущем занятии. Да, давайте начнем с чего-то не слишком легкого, не слишком сложного. Если вы можете решить быстрее, чем я, я буду рад этому. Вот такой примерчик. Помните, да, метод подстановки. В чем он состоит? В том, что взять и выразить одно из неизвестных, и потом подставить другое уравнение. Если уравнение больше, чем два, то последовательно подставляю. У меня места мало, поэтому я буду писать сюда. Давайте выразим х. У нас будет 7 минус у. Тогда у нас будет 7 минус у в квадрате, плюс 7 минус у на у, плюс у в квадрате равно 43. У нас получается квадратное уравнение, которое мы должны упростить, и потом решить. 49 минус 14 у плюс у в квадрате, плюс 7у минус у в квадрате, плюс у в квадрате равно 43. на тета сокращается. 49 плюс 7у плюс у в квадрате минус 43 равно 0. Получается у в квадрате минус 7у плюс 6 равно 0. Сейчас вы вспомните Аремовиетто, да? Ну, я не помню, буду решать, как обычно. d равно b в квадрате минус 4ac равно 49 минус 24 равно 25. Так, маркер умирает. Значит, у 1, 2 равно минус b плюс минус 5, делить на 2, у 1 равно 6, у 2 равно 1. Ну да, логично, это отрицательная сумма и положительная. Так у нас получается, да? Никаких ошибок нет? Голова что-то прям соображает еле-еле. Вот, поэтому напишите, так ли у вас получается. Пожалуйста, чат, будьте активней. Да, так же. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо за фейтбэк. Я уберу эту часть, потому что у нас сейчас будет система уравнений, да? Две штучки. Вот есть первая. Когда y1 равно 6, значит, x1 равно 7 минус 6. Ну, иначе говоря, x1 равно 1, y1 равно 6. И ситуация обратная. x2 равно 7 минус 1, при y2 равно 1. Ну и получается x2 равно 6, y1 равно 1. В итоге ответа 1, 6, 6, 1. Ну, вроде вспомнили, да? Основные подходы, которые мы используем при решении рациональных уравнений, хотя бы на примере квадратного. Вот. Давайте теперь попробуем решить. Еще с одним типом рациональных уравнений, с двумя неизвестными, где у нас есть в знаменателе некоторые элементы, да? Чуть посложнее. Ну, потому будет и поинтереснее. Посмотрите, у нас будет x плюс y равно 2, 1, x минус 1, y плюс 2, плюс y минус 1, x плюс 2 равно 1 четвертая. Выглядит на самом деле очень злобно. Ну, как злобно. Очень громоздко и непонятно, что делать. Давайте попробуем выразить здесь так, как x равно 2 минус y. Я хочу вот так. Если x равно 2 минус y, то что я буду иметь? Я буду иметь такую ситуацию. 2 минус y минус 1 делить на y плюс 2, плюс y минус 1 делить на 2 минус y плюс 2 равно 1 четвертая. Предлагаю вот эту часть простить отдельным действием. Ну, вот отдельно от системы, да? Разберемся с этим моментом. Ну, даже сразу буду сюда переносить. Смотрите, 2 минус 1 это будет 1. У нас получается 1 минус y делить на y плюс 2, плюс 1 минус y, y точнее минус 1. Сейчас чуть не ошибся. Делить на y. У нас получается 1 четвертая. Очень интересно. Приводим к общему знаменателю, да? Чтобы это упростить и решить, что нужно сделать. Ну, вот я здесь делаю хитрый прием, потому что у меня маркерная доска. Я здесь поставлю минус, а здесь напишу нор. Ну, потому что так. Что дальше? Здесь нужно домножить на y, здесь нужно домножить на y плюс 2, а здесь нужно домножить на все вместе. Вот. И что получится? Получится следующее, да? Здесь будет 1 минус y на y, будет 1 минус y, y минус 1 на y плюс 2. А тут... А, смотрите, я допустил ошибку, потому что я забыл про 4. Если вы обратили внимание, 4 же тоже является множителем, его здесь нет. Поэтому здесь я бы добавил, да, 4y. Тут было бы 4y плюс 2. Соответственно, я вот здесь напишу четверки. И тогда могу писать, продолжать дальше. Минус y на y плюс 2. Весь общий знаменатель будет выглядеть, соответственно, как y плюс 2 на y и на 4. Ну, если уж написать красиво, как это принято, то это просто 4y на y плюс 2. Вот так. Так, здесь минус, чтобы не было разночтений. Ой, маркер сломался. Сейчас придется взять какой-нибудь синенький. Вот что мы получили. Ух! Ну, сейчас попробуем, конечно, как-то перейти сюда. Места мало. Давайте смотреть здесь. Или сразу же нет. Ладно. Я сочту... Это все равно нулю. Да? Это все равно нулю. Нужно учесть. Вот. Теперь... Я уберу эту часть. Я думаю, все понимают, все запомнили. И выпишу уже... Ну, мы понимаем, что это равно нулю. Я выпишу через равно сюда. Потом все приравняем к нулю. Упростим и приравняем к нулю. Да? 4 на 1 на y получается... 4y. 4 на минус y на y получается минус 4y в квадрате. Потом 4... Но можно написать плюс 4 и результат перемножения двух скобок. Это будет y в квадрате, потому что y на y. Потом y на плюс 2. Это будет плюс 2y. Минус 1 на y это минус y. Минус 1 на плюс 2 это будет минус 2. И минус y в квадрате минус 2y. Это уже вот эта скобочка, но тут довольно-таки все очевидно. Все это, соответственно, делится на дробь. 4y, y плюс 2. Равно. Равно. Давайте что-то искать. Но мы можем все заново переписать, да? А что-то уже сократить. А третья? 4y минус 2y это будет 2y. Минус 4y в квадрате минус y в квадрате будет минус 5y в квадрате. Далее. Раскрываем скобку. Это будет плюс 4y в квадрате плюс 8y. Хотя, погодите, зачем я буду раскрывать скобку? Я сначала внутри нее упрощу, да? Я вот так вот беру двоечку. И этот y. Будет просто y в квадрате плюс y минус 2. Получается 4y в квадрате плюс 4y минус 8. Все это делить на 4y, y плюс 2. Пока никто ошибку не нашел, то я все-таки с трудом соображаю. Невыносимо жарко. Вроде все нормально, да? 2y. 6y минус y в квадрате минус 8 делить на 4y, y плюс 2. Я перепишу с минусом. Вот. Будет минус y в квадрате минус 6y плюс 8. На самом деле, вот, и потом мы все приравниваем к нулю и решаем квадратное уравнение y в квадрате минус 6y плюс 8 равно нулю. Вот это квадратное уравнение мы с вами решаем. Напишите, пожалуйста, в чат. Все ли понятно? От 1 до 5. Все, что мы сейчас делаем, пожалуйста. Я надеюсь, что есть еще кто смотрит занятия, кроме Алины и слушает меня внимательно. Хотя бы дайте какой-то знак. Олег. А, слушай, ты прав. Это большая ошибка. Я почему спрашивал? Никто не видит, допустил ли я ошибку. Ну что ж вы, Олег, молчали-то. Действительно, я тут... Поэтому у нас получилось совсем другое уравнение. Сколько раз спросил я? Никто мне ничего не написал. Сколько раз спросил? Никто ничего не написал. Кагейн. Ну что, все, блядь, заново все. Потому что квадратное уравнение, судя по всему, неправильное. Сижу, решаю, решаю. Думаю, вот... Я об этом спрашиваю, нет ли где-то ошибки, потому что я чувствую, что что-то неправильно. Здесь должно было получиться 4 минус у. Поэтому мы с вами получили бы 1 минус у делить на у плюс 2 плюс у минус 1 делить на 4 минус у. Минус 1 четвертая равно 0. Вот какое у нас уравнение должно было получиться. Тогда, соответственно, у нас уравнение поддомножается на 4 минус у. Поддомножается на у плюс 2. Причем здесь 4, 4. А тут у плюс 2. 4 минус у. Ой, как сложно. Вот. Но что бы я еще сделал, чтобы упростить нам жить? Я бы добавил сюда минус. И развернул бы это вот так. Что нам это даст? На самом деле нам даст группировку. И тогда мы сможем записать это в таком виде. Я вынесу 1 минус у. У меня будет 4 на 4 минус у. Да? Причем я вынесу, ну, как минимум из этих двух дробей, да? И тут будет у плюс 2 на 4 на 4 минус у. Вот. Но мы сейчас все равно быстро решим. Это не исключает. А тут будет 4 на 4 на 4 минус у. А тут будет 4 на у плюс 2. Ну, давайте, знаменатель тот же самый. Да, вот. Я вынес 1 минус у из этих двух дробей. И минус вот это все. у плюс 2 на 4 на 4 минус у. Телит на 4 на у плюс 2. 4 на 4 минус у. Ой. Что дальше? Теперь ошибки быть не должно. Я надеюсь. Но не факт. Тут 16 минус у, 4 у, минус 4 у, минус 8, и тут 1 минус у. Еще у кого-то есть вопросы, чтобы вы не в конце занятий мне написали, если есть какая-то ошибка. А плюс 2, 4 минус у. Выглядит вот так. Так, пока я позволю себе наглость опустить знаменатель, потому что он занимает много времени, и я не хочу его таскать. Я думаю, вы тоже можете позволить себе эту наглость. Я могу вынести 4. Ну, так, смотрите, сначала 16 минус 8 будет 8, да? Можно и 8 вынести. Получится так, да. Да, будет просто 8 минус 8 у. И тут 4 у, минус 8, потом плюс у в квадрате. Да, вот я беру, допустим, умножаю у на 4, 2 на 4, у на минус у получается плюс у в квадрате, и 2 на минус у получается плюс 2 у. Ну, тут 1 минус у в квадрате, получается просто 8 на 1 минус 2 у плюс у в квадрате, минус 4 у минус 8 плюс у в квадрате плюс 2 у. Очень сложное упражнение, не думал, что так будет сложно, но, как видите, огромное количество упрощений нужно сделать, чтобы дойти до простого варианта. И в конечном счете мы получаем вот такой 8 минус 16 у плюс 8 у в квадрате минус 4 у минус 8 плюс у в квадрате плюс 2 у. Вы знаете, когда у нас получалось неправильно, мне нравилось больше, просто потому что все было довольно-таки простенько. По-моему, должно быть минус 2 у. Минус 2 у в каком плане минус 2 у? В результате должно получиться минус 2 у. Но вот минус 2 у не получается, потому что здесь у нас 8 у в квадрате. И как бы хотим мы этого или нет, но тут получается большое выражение в плане... Смотрите, ну вот минус 16 у минус 4 у плюс 2. Это минус 20 у, это вот минус 18 у я могу записать. Потом просто 8, а еще минус 8, они сократятся. Хоп, хоп, сократились. И это круто. Если у нас сократились численные выражения, остается 7. А нет, 9у. Ух ты! Получается 9у. Выносим. Получается у минус 2. Вот это похоже на правду. Да, вот так и получается. Соответственно, у равен 0, если мы это приравниваем к 0, да, либо у равен 2. Ну, если мы посмотрим на данное значение, да, если у равен 0, то х равен 2, а если у равен 2, то х равен 0. Вот. Такое решение. Ну, спасибо, что нам указали на ошибку. Мы вернулись в наше правильное решение и все дорешали. Хорошо, давайте уже вторая половина урока пойдет, и мы сейчас попробуем порешать простые примеры с тремя неизвестными. Простые. Мне важно, чтобы вы их порешали, а не я для вас их порешал, как обычно бывает. Поэтому я сейчас запишу простые примеры с тремя неизвестными, а вы мне будете очень быстро писать ответ. Это будут линейные уравнения первого порядка пока, но потом будут и, наверное, второго порядка. Запишем такое. x, y, z равно 6. y плюс z равно 3. z равно 1. Используйте главный наш метод подстановки, да, z сюда, потом y сюда, и написали x, y, z равно тому-то, тому-то, тому-то. Давайте, это должно много времени не занять. Поэтому я жду ответ. Олег, 3, 2, 1. Это x, y, z, да? Хорошо, что вы написали, но смотрите, давайте смотреть. Мы напишем, что z равно 1, и подставим его сюда. Получается, y плюс 1 равно 3. x плюс y плюс z равно 6. Здесь получим, что y равен 2. И z у нас равен 1. Тогда сюда мы подставим y и z. Получается, x плюс 2 плюс 1 равно 6. Ну и действительно, да, если тут плюс 3, а это 6, то получается, что у нас получается x равно 3, y равно 2, а z равно 1. Ну, отлично. Я дам в данном случае, я думаю, что это не вызывает огромных... Да, Маркус тоже правильно. 3, 2, 1. Все очень довольно-таки просто. Ну, хорошо, мы размялись, решили провести пример, добавляем немножко сложности, и тогда запишу следующий вариант для того, чтобы вы могли решить. То есть, допустим, x плюс y плюс z равно минус 1, x плюс 2y равно минус 1, x минус y равно 5. И все. Работайте так же. Вот таким же образом вы выражаете 1. В данном случае у вас должно получиться так, что вы, скорее всего, одно будете выражать через другое. Здесь не будет такого легкого примера, где сразу известно, что x равно чему-то. Скорее всего, я бы подсказал вам здесь y перенести сюда. И у вас получится x равно 5 плюс y. И вы берете, заменяете его во втором, да. x заменяете на 5 плюс y. У вас будет 5 плюс y плюс 2y равно минус 1. Потом вы можете выразить y и, зная, это x. Вы нашли y. Вы уже выразили x через y. Вы можете выразить x в виде числового значения. И потом подставить сюда, иначе z. Ну, давайте, коли я уже сказал, как решать, то буду решать вместе с вами. Напишу, что x равно 5 минус y. И сразу же заменю, причем в обоих уравнениях, чтобы не было вопросов. 5 минус y плюс 2y равно минус 1. А тут будет 5 минус y плюс y плюс z равно минус 1. И смотрите, что у нас получается. Очень на самом деле забавно получается, что мы сделали такую замену. И, ой, здесь плюс y. Сейчас как бы ошибку допустил, бы глупо. Плюс y. Мы уже написали. Правильно, правильно. Плюс y. Поэтому правильно написали. Здесь тоже плюс y. Вот. И у нас здесь получится следующее. x равно 5 плюс y. 5 плюс 2y плюс z. Хорошо. Запомнили. А здесь у нас получится 3y минус 6. Дальше. x равно 5. Я даже не буду писать пока, потому что, смотрите, я напишу, что y равно минус 2. Значит, x равен 3. Ну, может быть, я зря здесь написал, но в целом это не меняет ситуацию. Я могу использовать вот это. Я могу 3 минус 2 плюс z равно минус 1. Вот так. 3 минус 1 минус 4. Сейчас узнаем, а почему минус 1? Почему минус 1? Потому что я не знаю, почему минус 1. Просто у нас здесь получается 3y равно минус 6. И поэтому как бы, а почему так? Почему минус 1? Здесь минус 2 точно. Второе значение должно быть. Да. Здесь минус 2. То есть 3 минус 2. И смотрим сюда внимательно. 3 минус 2. Это 1. 1 плюс z равно минус 1. Это будет минус 2 тоже. Я бы сказал, что z равно минус 2, y равно минус 2, x равно 3. Получалось бы 3 минус 2 минус 2. Вот, Олег. Правильно написали. Спасибо. Ну так, чуть посложнее. Тоже вопросики возникают, сложности. Но будем пытаться. Хорошо. Давайте еще пример. Примерно. Еще сложнее. Ну как сложнее? Больше коэффициенты, больше операций нужно делать. Усложнение. Пока мы не будем усложнять то, что увеличивать степень, иначе это вообще будет у нас крах. Нам один пример будем весь урок решать, потому что ошибки допускаю даже я. Стоя в упор к доске, иногда вообще не замечаю глупых ошибок. Ну вот такой пример. x плюс 3y минус z равен 8. 2x плюс 4y плюс z равен 3. x плюс 9y плюс 4z равен 5. Смотрите, здесь сложность состоит в том, что тут нельзя сразу выразить. Тут нет уравнения, в котором, в этой системе уравнений, нет уравнения, в котором было бы всего два неизвестных члена. В каждом этом уравнении все три неизвестных. Мы могли бы воспользоваться, конечно, методами типа сложения-вычитания, но пока это будет тема следующего урока, мы здесь должны попробовать воспользоваться подстановкой. Что бы я предложил сделать? Я бы предложил из первого уравнения по классике выразить x. То есть у нас получится x равно 8 минус 3y плюс z. И вот такую конструкцию мы попытаемся подставить в третье уравнение. Почему в третьем? Потому что там x без коэффициента, и тогда нам не нужно будет там нажать, еще дополнительно считать, что-то должно получиться интересное. Второе, пока мы трогать не будем. Это мое такое предложение, давайте попробуем решить таким образом. У нас получится x равно 8 минус 3y плюс z. Второе мы не трогаем, пусть себе здесь стоит. А сюда мы подставляем за место x, вот сюда, собственно, вот это выражение первое. И дописываем все дальше. То есть 9y плюс 4z равно 5. И мы получили с вами уравнение, где у нас осталось только две неизвестных. И это нам очень сильно облегчает задачу, потому что мы потом сможем выразить y через z, или z через y. Как интереснее получится. Все это переписываем, да, x равно 8 минус 3y плюс z, пусть так и будет. Второе мы, пожалуй, я пока его не буду писать, может, мы сразу подставим, давайте попробуем здесь что-нибудь посчитать. Хотя я вам предложу, давайте мы сначала это упростим вне системы, да, пока с ним разберемся, что у нас получится. Вне системы, да, у нас получится получится 8 плюс 6y плюс 5z равно 5. да, давайте, да, давайте, да, давайте, да, давайте, да, давайте у через z, да, у нас будет 6y равно 5 минус 8 минус 5z. Значит, y равно минус 3 минус 5z делить на 6. Или минус 1 вторая минус 5 шестых z. Да, тут неизбежно будут возникать дроби, которые нам будут отравлять жизнь, но без этого никуда. И мы напишем y равно минус 1 вторая минус 5 шестых z. Я прошу всех людей внимательно проверить, но здесь у меня ошибки. Но вроде бы как бы нет. Мне кажется, что нет. Минус 3 минус 5z. Вроде все так. Ну и теперь придется подставить y в выражение посередине. И у нас получится. Причем мы используем как выражение... Смотрите, во-первых, мы подставим выражение. Сначала я запишу это выражение, заменив x. Да, у нас будет 2. Сейчас я переформулирую. Давайте мы, исходя из полученного здесь, перепишем в первую очередь x. Мы отдельным образом решим это справа. У нас записано, что x равно 8 минус 3y плюс z. Ну так давайте y уже заменим. У нас x равно 8 минус 3 на минус 1 вторую минус 5 шестых z плюс z. Приведем упрощение. x равно 8 минус на минус будет плюс 3 вторых. Минус на минус будет плюс 3 делить до 6 получается 5 вторых. z плюс z. У нас с вами получится конструкция вида, наверное, 9 целых одна вторая. Плюс это 2 целых одна вторая плюс 3 целых одна вторая z. У нас получилась вот такая конструкция, более компактная. И это хорошо. И вот теперь, да, мы можем записать сюда вот эту вот 2, двоечку. Заменить x, полученный новый x. Получится 9 целых одна вторая плюс 3 целых одна вторая. z. Потом плюс 4 и пишем y. Так, я здесь уберу. 4. Минус одна вторая, минус 5 шестых z плюс z равно 3. Вот такое очень некомфортное, только лишь из-за дробей, некомфортное выражение у нас получилось с одним неизвестным. С одним неизвестным. Его сейчас легко найдем. Главное тут сейчас раскрыть и не ошибиться. Давайте, смотрите, я сейчас сделаю такой фокус. 9 целых одна вторая. Что это? Это 18 вторых плюс одна вторая. Давайте поэтому запишем здесь. 19 вторых. 3 целых одна вторая – это 7 вторых. Здесь я сделаю… А здесь уже сделано, да. И к чему это приводит, да? Если мы 2 домножаем там, где дроби со знаменателем 2, эти дроби, знаменатели исчезают, и получается 19 плюс 7z. Ну вот, давайте здесь писать 19 плюс 7z. Здесь, смотрите, идет 4 на минус 1 вторую, будет минус 2. А тут, к сожалению, такой нюанс, что тут получится сократить. У нас здесь будет минус 26, ну или говоря, 10 третьих z плюс z равно 3. Стало чуточку попроще. Не так ли? Предлагаю все, что с числами, посчитать и перенести направо, да. 19 минус 2 – это будет 17. Поэтому справа можно написать уже 3 минус 17, потому что я перенес это все направо. У нас здесь осталось 7z минус 3 целых одна третья z плюс z. Ага, это 8z минус 3 целых одна третья. Это 5z минус одна третья. Ну или иначе говоря, 4 целых две третьих z равно минус 14. А у нас получается, это видно еще пока? Еще пока видно, да, я здесь перепишу. 14, 4 целых две третьих – это 14 третьих z равно минус 14. Мы делим на 14, умножаем на 3 слева и справа. У нас получается z равно минус 14 умножить на 3 четырнадцатых равно минус 3. z равно минус 3. Ух, получили. z равно минус 3. Если z равно минус 3, я здесь уберу, да, если вы не против, это уже не нужно, я здесь просто напишу. z равно минус 3. x равняется 19 вторых плюс 7 вторых умножить на минус 3. z равно минус 1 вторая минус 5 шестых умножить на минус 3. z равно минус 2 вторых. z равно минус 1. Ребята, какой-нибудь фидбэк в чате, пожалуйста, напишите, либо поставьте огонечек, что вы вообще слушаете, что происходит. Тут что у нас? Минус 5 шестых на минус 3. Получится плюс 15 шестых. Значит, у равно минус 1 вторая плюс 15 шестых. Сокращаем там на тройку, получается минус 1 вторая плюс 5 вторых. Получается 4 вторых равно 2. Итого у нас получается минус 1, 2, минус 3. Есть реакция, слава богу. Вот такой получился ответ. Минус 1, 2, минус 3. Сложно. Ощущение спорю. Очень сложно. Ну, а почему бы и нет? И почему бы и нет? Ладно. Перейдем уже к рациональным уравнению. Да, с тремя неизвестными системам уравнений, с тремя неизвестными диссерциональным уравнением. Начну с самого простенького, поэтому надеюсь, что вы сейчас решите самостоятельно. Я сейчас запишу, а потом буду с доски выбирать. Смотрите, примерчик такой. x минус y равно минус 1. y плюс z равно 5. А x умножить на z равно 3. Решайте. Ответов может, система может разветвиться. В смысле, может быть, несколько троек ответов. Я точно не знаю. Но вот когда есть умножение, то кажется, что как минимум квадратное уравнение будет две пары решений. Ну, по классике все хочется выразить x. Да, получается, получится просто x равняется y минус 1. Вставляем во второе. Выражение. Во второе ли? Зачем во второе? А, ну, тут все очень просто. На самом деле, нужно выразить z через y и x через y. Вот, запутаю вас. Выражаем z через y и x через y. И потом их заменяем в третьем уравнении. Получится. Ну, сейчас немножко напишу. 2y минус 1. Тут z равняется 5 минус y. И вот здесь сделайте замену. y минус 1 на 5 минус y равно 3. Решаете квадратное уравнение и подставляете уже y за место в первом и втором уравнении. И находите x и z. У вас здесь будет квадратное уравнение. Будет две пары решений. Поэтому прошу написать мне две пары по три числа. x и y и z. Да, я хочу дождаться хоть чего-нибудь решения. И вот здесь, я хочу дождаться. уже 46 минут. Ну, вряд ли еще дальше пример решим. Ну, хотя бы так, да, уступим дальше их. Что у нас получится? давайте y на 5 5 y y на минус игрек это будет минус и квадрате минус 1 на 5 будет минус 5 минус 1 минус игрек это будет y и равно это трем я принесу сюда получится вот что такое давайте собирать 6 y минус игрек квадрате минус 8 равно нулю или будет минус игрек квадрате плюс 6 y минус 8 равно нулю игрек квадрате минус 6 y плюс 8 равно нулю олег 0 1 4 4 5 0 спасибо за ответ сейчас узнаем правильно он или нет лучше такое квадратное уравнение дискриминант до решаем ты равно до квадрате минус 4 36 минус 32 равно 4 значит и крик 1 2 равно минус b это 6 плюс минус 2 делить на и крик 1 равно 4 и крик 2 равен дом соответственно если крик 1 ровно 4 за это 1 равен единице а x равно рем если крик 2 равно 2 то за это 1 равен трем а x 2 и за 2 равно 3 x 2 равно единица получается 3 1 4 3 4 1 и 1 2 3 вот такие два набора получается сейчас сам сомневаюсь все же правильно что тройка да я думаю прекрасно понимаете главное чтобы соблюдалось то условно говоря все x на z и в том и в том случае 3 правильно правильно да и крик плюс z должно быть равно 5 и в 14 либо 32 и x минус ири должно получать за минус 1 соответственно что x всегда будет меньше на единицу чем и грязь на это либо x равно 3 и 4 Вроде все получается. Вроде все прекрасно. 3, 4, 1, 1, 2, 3. Ну, спасибо, Олег. Теперь за правильный ответ. Ну, справились. Справились, да, с квадратным уравнением. С тремя неизвестными. Ну, ладно, я на дом ничего давать не буду. Мы все равно продолжим решать рациональное уравнение. Уже просто, используя систему с рациональными уравнениями, уже использую другие методы сложения и так далее. Не только методы замены. На этом сегодня все. Всем спасибо. Увидимся через неделю. Берегите себя и будьте здоровы.